Адвокаты, привлеченные к ответственности по статье 301, оправданы. «Все зависит от того, чего хочет Армения. Мы и наши тампанимы. Чемпион из Арцаха снова собирается покорить Риг. Традиционные религиозные ритуалы». В рамках мероприятия «Пожелание 2024» сенатору Бриджит Девеса была выражена благодарность за проделанную работу. Бриджит Девеса выступила с речью о единстве и дружбе в окружении молодых людей, занимающихся политикой и общественной деятельностью. За депутатскую приверженность Бриджит Девес вручили премию Ассоциации «Блакай. РАС» и книгу Рафика Артушанна «Арцах. Наследие, находящееся под угрозой исчезновения от арцахцев», которую вручил председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян. Скончался известный постановщик национальных армянских танцев, художественный руководитель танцевально-песенного ансамбля «Карин», участник Арцахской войны Гаги Геносян. Первый президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян в 2021 году удостоил Гаги Геносяна боевым орденом. Гаги Геносян родом из Карина Западной Армении. С честью и достоинством носил фамилию, происхождение которой исходит с исторической родины. Гаги Геносян начал свой путь в 1987 году, выступая в этнографическом ансамбле «Ван», созданной Айриком Урадяном, став лауреатом четырех различных международных фестивалей. В 2001 году Геносян основал традиционные ансамбли песни и танца «Цовак» и «Карин». Посетив множество деревень, Геносян описал множество танцев, восстановив тем самым 36 национальных танцев, первыми исполнителями которых стала группа «Карин». Первый президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян выражает соболезненной семье и родным Гагика Геносяна. Панихида по Гагику Геносяну пройдет с 8 февраля с 17.00 до 20.00 вечера в церкви Сурб-Сарки с 5-го Норского массива. Прощание 9 февраля в Доме камерной музыки с 11.00 до 13.00. Церемония захоронения пройдет в 14.00 в пантеоне Ераблюдж. Бывшие председатели и члены правления Тигранакерской палаты адвокатов оправданы по статье 301 УК Турции за заявление о геноциде, совершенном против армян. Джихан Айдын, председатель палаты адвокатов Тигранакерта и члены Совета директоров в 2018-2020 годах были привлечены к ответственности по статье 301 УК Турции за заявление о геноциде, совершенном против армян 24 апреля. По уважительным причинам Сердар Челеби и Тефрик Карахан на 9-е заседание уголовного суда Тигра Накерта не явились. Адвокаты заявили, что заявление о геноциде, совершенном против армян, находится в рамках свободы мысли и самовыражения. Геноцид произошел в Османской империи. После заявления адвокатов защитники Мехмед Эммин Актар, Раджи Билиджи, Шеймуз Байхан, Гафар Колуман, Нахид Эрен выступили с защитной печью. Адвокаты подчеркнули, что геноцид произошел в османский период и турецкая нация, государство Турецкой Республики, Великое национальное собрание Турции, правительство Турецкой Республики, судебные органы государства в то время не существовали. Адвокаты отметили, что слова, используемые их подзащитными, не содержат унижения и были обусловлены ситуацией, потребовав оправдать своих подзащитных. После короткого перерыва суд постановил решение оправдать Айдына и всех членов Совета. Для Ирана предпочтительная дорога к Черному морю через Армению, а не через Азербайджан. Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани. По его словам, армянский путь короче азербайджанского на два дня. Иран считает транспортный маршрут через Армению лучшим путем к Черному морю, в то время как для армянской стороны предпочтительнее дорога через Иран к Персидскому заливу. Отметив, что для повышения степени привлекательности армянского маршрута должны быть снижены тарифы, построены новые дороги. Ключевой задачей иранский дипломат назвал развитие инфраструктур. Иран показал военными и политическими действиями, что против изменения границ в регионе. Иран считает отношения с Арменией стратегическими, служащими на благо стабильности Южного Кавказа и региона. Между нашими правительствами есть взаимные понимания и в этом направлении предпринимаем шаги. Это служит на благо региона и безопасности региона, заявил Мехди Собхани. На вопрос о притязаниях Азербайджана на экстерриториальный транспортный коридор через территорию Восточной Армении посол отметил. Позиция Ирана в этом вопросе более чем ясна. И мы всегда ее подчеркивали. Дороги должны быть под суверенитетом страны, по которой они проходят. Мы против изменений границ и геополитических изменений в регионе. На вопрос, каким действиям готов Иран, если Азербайджан попытается осуществить военную агрессию против Армении, посол отметил, что нельзя давать оценок, основываясь лишь на предположении, что же касается наших действий, то они зависят от позиций властей Армении, добавил посол. Иран не впервые выступает с важными заявлениями в преддверии неких решающих процессов в регионе. Заявление посла Ирана – это предупреждение не только Баку и Москве, которые хотят упразднить армяно-иранскую границу и торпедировать коридор Персидский залив Черное море через Армению. Это в первую очередь предупреждение Еревану, политика которого связывает руки Ирану. Если Армения добровольно соглашается сдаться и исчезнуть как государство, то что Иран может сделать? Камахское ущелье провинции Камах Армянского Нагоря, находящееся в 50 километрах к югу-западу от города Ерзенка провинции Карин Западной Армении, через которое проходила дорога, соединяющая город Акан с городами Арабкир и Харберт, турки превратили в Кемах Бохази. Слово Камах они адаптировали к своему произношению и превратили в Кемах, а ущелье перевели как Бохаз. Это то место, где 28 мая 1915 года турки безжалостно выразили 25 тысяч армян, депортированных из провинции Ирзенка, и превратили ущелье в кладбище незахороненных армян. В Армянском Нагоре, на реке Западной Ефрат, в поселке Держан или Мамахаттуни, провинции Карин, недалеко от Хин-Котер, примерно в двух километрах к западу от горы Нерсес, семиарочный армянский мост Котер, расположенный у соединения реки Держан с Ефрата, переименовали в Кетур-Кепрю. Котер адаптировали к их произношению и изменили на Кетур. Мост был переведен на Кепрю. Упоминаемый с древних времен армянский мост Котер стал называться Кетур-Кепрю, название, лишенное армянского значения. Армена Айропетяна в Арцахе знают многие. Его увлекательная история успеха и вдохновения построены на 23 годах неустанной работой, самоотверженности и многих победах. Смешанное единоборство – это вид спорта, в котором выступал чемпион Арцаха. Это был долгий и насыщенный путь. Постоянное совершенствование, преданность искусству завоевания титулов. Армен Айропетян, выросший в тени гор Арцаха, всегда поднимал флаг Арцаха, одерживая победы. После потери Родины пришлось вновь набраться решимости и начать борьбу заново. В настоящее время Армен Айропетян начал развивать свою карьеру в Восточной Армении, поскольку силы и желание достичь новых высот никогда не угасают. 25 февраля состоится крупный турнир между армянскими и китайскими спортсменами, на котором в Восточной Армении будет представлять Армен Айропетян. Традиционные религиозные праздники подразделяются на следующие группы. Календарные праздники, призванные регулировать духовную и экономическую жизнь общества, имеют две составляющие – народное празднование и церковный ритуал. Новый год отмечается 1 января, заменяя традиционный праздник Новосард на Ахратол. Официально он был введен среди армян в XVIII веке. Согласно календарю католикоса Симеона, ереванцы основные черты праздника – праздничная еда, хлеб на удачу, обычае Готека, вода, огонь, материальное, физическое и духовное нравственное возмещение ущерба, устранение беспорядков, возвращение долгов, устранение зла из дома, чистота, взаимные визиты. Официальный государственный праздник отмечался в соответствии с законом о государственных праздниках и памятных днях в Армении. Нерабочими днями являются 31 декабря, 1 и 2 января. Сурбценун джирортнерг астватца хайтнутюн и макартутюн празднуется 6 января, возвещая о рождении и крещении Христа. Духовная церемония отмечается церковными псалмами, вода освещается и окропляется в знак крещения Христа. Рождество считается праздником Скини и праздником Господа. Вечер накануне праздника называется Чряка-Луиц. Праздник характеризуется благословением священника, хороводом мальчиков, поющим Евангелие от 3 до 7 человек и праздничным блюдом, характерным для каждой провинции. Приветствуя друг друга, было принято говорить Официальный государственный праздник отмечался в соответствии с законами о государственных праздниках и памятных днях Республики Армении. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Севака Амруяна и Арпи Саятнова. Севака Амруяна и Арпи Саятнова Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Севака Амруяна и Арпи Саятнова